Всем добрый вечер. Сегодняшняя тема нашей встречи это автоматизация тестирования. И сначала мы поговорим о том, что не надо делать. Это пререквизит, этот семинар пререквизит курса автоматизированного тестирования, на котором мы будем учиться автоматизировать правильно. Сейчас такое дополнение, а что же не надо делать. Что же такое автоматизация? Автоматизация это процесс написания приложения, программы, другими словами, которая будет тестировать другую программу. Автоматизация производства это когда раньше люди сидели и руками выполняли операцию, заполняли документы, переносили их из отдела в отдел, отправляли письма. Когда автоматизировали их работу, появились приложения, которые выполняют эту работу за ним. Пересылают письма при сохранении в другие ведомства, как сейчас у нас государственные структуры благодаря косуслугам работают. Заполняют документы теми значениями, которые уже есть в базе, чтобы повторно не надо было их вводить. Таким образом мы облегчаем работу человека, делаем ее более быстрой. Цель автоматизации тестирования – облегчить и ускорить работу человека, который проверяет приложение, то есть тестировщика. Тестировщик ручной в своей работе вынужден осуществлять одни и те же действия многократно. А как живет приложение? Я не вижу людей, которые по вебинару. У нас тут немного. Может быть, расскажете, есть у вас представление, как приложение живет? Как? Цикл. Цикл, жизненный цикл, да. Сначала ставится задача, через то, как зарабатывать, потом требования ставится, требования функциональные, не функциональные, вот это вот все. Потом проектируется приложение, ну, там уже, то есть, то, что была за данных или какое-то объектно-ориентированное приложение, там, ну, короче, вероятность заработка, потом тестирование, потом вообще все зависит от того, успешно-неуспешно прошло тестирование. Ну, да, и вообще, какой мы выбрали, ну, конкретно у нас модель или... О, вы много знаете, да. Да. Ну, в общем, тестируем, если что-то не работает доровато, мы помогаем, не работает, мы готовим эксплуатацию, ну, так же там, мы ценим документацию. А потом повторяем этот цикл заново для одного и того же программного обеспечения. Вот на этом давайте сделаем акцент. Здравствуйте, профессор. Мы сделаем акцент на том, что в современном мире программное обеспечение проходит все те этапы, которые вы назвали абсолютно правильными, многократно. То есть приложение после того, как его устанавливают, его постоянно дорабатывают, потому что мир меняется, мир гибкий, заранее все требования не знают. В этой роли, в этой ситуации роль тестировщика незавидна. Ему приходится повторно проверять одни и те же действия, один и тот же функционал. То есть нажимать одни и те же кнопки, вводить одни и те же данные. Это скучно, это тяжело. Появляется эффект пестицида, если знаете. Да, выгорание наступает, глаз замыливается, мозгу намного проще увидеть ту картинку, которую он уже видел много раз, нежели распарсить то, что он видит на экране. И он видит экран, видит фигу. Потому что он уже 150 раз видел эту картинку. Также человек может заболеть, и все будут сидеть и ждать, пока специалист выйдет и протестит функционал. А бизнес ждет обновлений сейчас, не завтра, не послезавтра. Если вы знаете, Facebook релизится несколько раз в день, Яндекс релизится в ваш день. В день релизится, это значит устанавливается новый функционал в продуктив. В продуктив без тестирования установить невозможно. Если тестировщик будет тестировать руками, нажимать на все кнопки руками, это будет долго. Спасает автоматизация. Итак, цель автоматизации – ускорить работу тестировщика. Обратите внимание, я не говорю «удешевить», потому что это сомнительный вопрос. Как вы считаете, если у вас уже есть какой-то кругозор в этой теме, от чего зависит успех автоматизации? От того, чтобы все были согласны. От того, чтобы все были согласны? А кто обычно мешает? Помешает, но все, кто угодно. Какие-то, конечно, уточные исполнительные, какие-то конкретные исполнительные, конечные. Какие-то люди, которые что-то должны делать для автоматизации. В конце концов, заставить конкретного тестировщика использовать продукт – это тоже достаточно отдельный тем. Приковать научить наручники? Да. Нет, ну мало приковать наручники. Его же надо, во-первых, заставить смениться с тем, что он теперь работает автоматизировано. И вместо того, чтобы иметь стойко-мышку и клавиатуру, теперь надо иметь мышку, клавиатуру и программу, в которой он что-то пишет. То есть он неожидан из человека, который просто крикал прямо через актомограммистов. О, да. Мы об этом тоже поговорим. А вы – разработчик. Я – разработчик. Хорошо. И у вас уже был опыт автоматизации и столкнулся он об людей, правильно? Нет, нет. Это все прошло достаточно мирно. То есть один проект мы автоматизировали, а у нас было тестирование веб-сайта, мы сделали это на сирене. А потом через некоторое время возникли вопросы. То есть проект был написан на Рубик, и у Руби есть встроенные средства тестирования. Да. И вот возникнет интересный вопрос. А чтобы было бы дешевле, все-таки использовать сирене, для которого есть вводим на вот справки, большая эгосистема для тестирования, или же использовать встроенные средства… Посчитали? Так и не добавить, поскольку, ну, тестирование просто задвинует. То есть периодически мы возвращаемся к идее ТГД и… Хорошо. Давайте пойдем по моим поинтам. И в конце, если останется время, обсудим боли и печали. Нет, потому что у вас абсолютно справедливые боли и печали. И они, что самое интересное, очень интересные для обсуждения. Значит, первое, что я сталкивалась, с чем я сталкивалась в своем робете, когда говорили, ребята, давайте автоматизируем наше тестирование. Автоматизаторов, ну, я давно уже этим занимаюсь, было не очень много. Говорили, вот вы, функциональные тестировщики, давайте вы либо сходите на курсы, либо что-то почитаете, поучите дома и напишите автотест. В принципе, автотесты даже получались. Потому что автотесты – это не сама программа, которая делает много страшных операций. Они достаточно однотипны по своим действиям, которые они выполняют. Это что-то нажать, что-то записать, что-то проверить. И тесты получались. Но эти тесты имели локальную структуру. Вот мне сейчас надо сделать это действие, я в коде делаю это действие. Если это действие будет повторяться через 30 минут моего тестирования, я снова запишу отдельную строчку. Благодаря этому тесты становились очень большие по длине. Как мы уже говорили, приложения изменяются. Они дорабатываются. И дорабатывается не только новый функционал, но изменяются существующие. И старые шаги надо переписывать. И когда один и тот же шаг написан черным по белому, каждый раз, когда он употребляется, это очень долго и дорого. Такие тесты не оправдывают себя. Если говорить о тестировании веба, тестирование веба 100% построено на локаторах. То есть это найти элемент на странице. Локатор – это выражение, которое позволяет найти элемент. Мы к элементу обращаемся не только по названию, но есть разные варианты, которыми мы научимся пользоваться на курсе. Так вот, начинающие люди пишут локатор каждый раз, когда им надо обратиться. Люди, которые уже попробовали поддерживать тесты, они выносят их в отдельный класс, в отдельную структуру для переиспользования. Благодаря этому при изменениях структуры страницы изменения надо внести только в одном месте. Благодаря этому повышается читаемость кода. То есть вам не надо разбираться, что же находит этот длинный локатор. Для него никнейм дан, человека читаемый, человека понятный. И вы имеете возможность быстро понять, за что вы сейчас нажимаете. Дальше есть проблема работы через UI. Функциональные тестировщики, которые научились через UI, они рады, что они хотя бы чему-то научились. Я очень уважаю функциональных тестировщиков, которые рискнули здоровьем автоматизировать. Это действительно тяжело, это абсолютно отдельное, но новое сверхзнание. Но они научились через UI и используют тестирование через UI при каждом удобном случае. Создаю данные, проверяю данные, подготавливаю данные, то есть трансформация производит. Это работает очень медленно, это работает очень нестабильно. Автоматизатор с опытом использует юнит, использует API-тест. Юнит – это то, что коллеги-разработчики делают, совсем маленькие процедурки. API – это общение модулей между собой, это инструментальность, скажите, интерфейс общения программ между собой. Аккульптейшн – это интерфейс взаимодействия программ между собой. Да. В трехзвенной архитектуре это то, через что фронт обращается к ВЭКу, дай мне информацию, сделай действие и получает обратный ответ. Благодаря тому, что мы не поднимаем браузер при общении через API, мы выигрываем по загрузке процессора на машине. Мы имеем возможность запустить несколько потоков, благодаря этому мы имеем возможность не завязываться на изменения интерфейса. Слайды у вас будут на почте, можно не переписывать. Красный минус и зеленый плюс у нас на слайде. Ну, про дублирование кода я уже говорила. Если у нас каждая операция встречается черным по белому в том месте, где она нужна, каждый раз при изменениях вам необходимо будет найти все вхождения этой операции и поправить все места. Это не только долго, это надоедает ровно так же, как ручное тестирование, потому что мало чем отличается от конного. Но если раньше вы нажимали на кнопочку «Моментально видели результат», то в программе вам надо будет исправить код, скомпирироваться, запуститься, подождать результатов, разобрать логи и осознать, что что-то не работает, надо разбираться. То есть вместо того, чтобы тестировать одно приложение, вы фактически тестируете два. Сегодня мой разработчик одного из проектов осознал, что тесты тоже могут не работать, а у нас в системах, когда тестировщиков мало, разработчиков много, и они пишут тесты, а мы только помогаем. И оказалось, что в тестах ошибка. Приходит, а в тестах ошибка, это что, тесты на тесты надо писать? Я говорю, бинго, да, вот на том проекте они уже есть. И так бывает. В рамках теста «Линейная структура» это плюс, который мы можем получить, когда мы используем фреймворки. Фреймворки – это метод организации вспомогательных процедур. Так, чтобы, ну вот представьте, вы собираетесь делать пирог, и у вас на кухте пусто, вам нужна мука, вы берете зерно, мелете, просеваете, вот вам мука, и так каждый раз, когда вам потребуется мука. Или другой случай, у вас красивые шкафчики, у вас тут мука, тут варенье уже протертое, здесь орешки почищены, и вы только берете с полочки нужный ингредиент и вставляете в нужное место. Вот фреймворк – это шкафчик с заготовками, с полуфабрикатами, которые вам позволяют очень с удовольствием быстро и чистенько обеспечить вашу шторм. Зависимости. Зависимости между тестами – мой номер один. Есть технология, методика, подход к организации ручных тестов, когда тесты друг от друга зависят. Это достаточно устаревшая практика. Вы в больших командах с ней тяжело управляться, тест-менеджеры с ней тяжело управляться. И становится все совсем плохо, когда эту структуру древовидную, что этот тест делай после этого, а вот этот делай только, если этот прошел, а вот этот не делай, если вот эти прошли, не прошли. В такой структуре автотесты становятся очень медленными. Тесты можно запустить в несколько потоков нормальной жизни. Когда тесты у нас зависимы, нам необходимо делать либо сложную матрицу зависимости для распределения их по потокам, либо мы будем работать всегда в один поток, что будет давать нам ответ по готовности релиза намного дольше – в 3, 4, 10 раз. Запустить в 10 потоков – это нормальная практика. Вторая причина, почему не надо делать зависимости между тестов. Если один тест изменяется, вы должны отслеживать все зависимости и быть уверенными, что следующие тесты не пострадали. Это сложно. Это надо держать логику всех тестов постоянно в голове. Люди от этого устают. Если у вас падает тест, вы не знаете сразу два момента. Он упал, потому что он поломался, или он упал, потому что предыдущий тест некорректно не работал. Второй момент, когда упал тест, вы не знаете, продолжать делать следующий тест или не продолжать делать следующий тест. Не всегда падение предыдущего теста, причина падения предыдущего теста является действительно блокирующей для прохождения дальнейших шагов. Таким образом, вы получаете меньше информации о продукте, нежели могли бы получить, если бы у вас тесты были независимыми. Зачем ручные тестировщики делают зависимости? Им тяжело ручками готовить тестовые данные. И когда выходные данные одного теста являются выходными данными для другого, это еще оправданно. Но когда у вас программа еды, она не просит, ну, чуть-чуть, совсем копилюшечку, особенно если вы используете API, вам дешевле приготовить нужные данные в том формате, в котором они нужны для кейса, инструментальными средствами, а не как результат предыдущего теста. По-моему, болезнь всех абсолютно программ, независимо от того, это программы для тестирования или для пользы, это набор костылей. То есть сейчас я быстренько сделаю, потому что менеджер надо мной с мячом стоит, потом как-нибудь поправлю. У меня есть несколько папок, попозже прочитать один, попозже прочитать два, попозже исправить десять. Оно копится, и в результате ваш продукт становится такой вот большой махиной, вытянув из которой одну иголочку, починив одно место, может рассыпаться все. Потому что костыль это нелогичная вещь, которая сейчас сделана кратчайшим путем, но которая может сказываться на поведении соседних модулей, либо через год быть самому автору не очень логично, он подумает, ну что за фигня написано, вот непонятно, зачем здесь такой странный архитектурный ход, давай-ка я сделаю нормально. И в результате всплывают старые ошибки, которые закрывались собственным этим костылем. Не просто же так там было написано не очень симпатично. Следующая вещь. Случайные данные, источник ошибок. В программировании, когда вы программируете тестирование, автоматизируете, у вас появляется соблазн, а давайте-ка мы воспользуемся генераторами тестовых данных, сервисов достаточно много в сети. Нагенерим много-много-много, возьмем объема. На большом объеме все ошибки да и всплывут. К сожалению, это очень тяжело парсить. И никогда нет уверенности, что вы действительно покрыли все пути работы алгоритмом. Этот же разработчик, гениально, он мне много идей подкинул для сегодняшнего семинара. Он протестировал свое приложение следующим образом. Он взял все счета, он взял пару дат случайным образом, перемножил, то есть у него получилось очень много входных данных. Он сказал, у меня много тестов, классно, сейчас я наеду все. И запустил это на вход процедур. Конечно же, все ошибки не нашлись. Какие-то ошибки, которые присутствуют во всех ситуациях, то есть общих для разных веток алгоритма, где-то в начале. Ошибки округления, они сработали, но специфика осталась непокрытой. Итак, автоматизация не отменяет тест-дизайн. То есть тест-дизайн, то, чему мы учимся на первых курсах, это отдельная область знаний, и они должны объединяться. Объединять их в одном человеке или в разных – это дело вкуса. Если у вас есть full-stack тестировщик, я за вас рада. Если у вас нет, ничего страшного, вы сажаете разработчик, вы сажаете тест-дизайнера и работаете с ним. Работать по agile, либо требовать с него полных классических тест-кейсов, тоже зависит от сложности приложения и от легкости коммуникации конкретных людей. То есть это очень ситуативно. Следующая беда. У нас есть автотесты. Писать их достаточно небыстро, но переделывать не надо, потому что приложение у нас стабильно. И давайте покроем все автотесты. Говорит менеджер. И тут начинаются проблемы. Автотесты начинают проверять какие-то самые глупые ошибки типа граничных значений, которые в юнитестах и так покрыты, и занимать процессорное время. Автотесты могут покрывать личные проверки, а те, которые у ручных тестировщиков остались, остались они их по привычке, продолжая делать в рамках исследовательского тестирования. В этом месте проблема коммуникации. Коммуникации автоматизаторов с ручными тестировщиками. Покрывается, решается эта проблема путем интеграции отчетности автотестов в средства ведения проекта. Чаще всего это джира. Что делают автоматизаторы? У нас есть библиотека Allure Report. Не знаю, какая у нас. Но готовая, да, из коробки. Просто подключила и наслаждаешься. Они смотрят на отчеты, радуются зелененьким пройденным и показывают их тестировщикам. Я, простите, видела реально проект на 400 человек одни, где так происходило. Разработчики были счастливы. Проект не знал, что у них есть автоматизаторы на проекте. То есть люди делали одно и то же. Да, поработать его взор с очень много интересных историй. На один тест должно быть минимум проверок. Зачем? Когда вы делаете ручную проверку, вам сложно готовить тестовые данные, вам надо проходить длинный путь. Тогда логично объединить несколько проверок в один тест-кейс, чтобы минимизировать одинаковые шаги. Когда у вас автотест. Вашим автотестам не сложно. У них голова не болит от того, что они ходят одни и те же шаги. Благодаря тому, что каждая проверка будет в своем маленьком тест-кейсе, вы в отчете, в верхнем уровне, вам сразу видите, что не работает. Если такого не будет, если будет несколько вариантов причин, ошибок, упадения этого теста, вам придется учиться читать блоги, либо в том числе читать сообщения об ошибке и писать то, что самое обидное. Поэтому лучше сделать больше, но мельче. Метрики также очень неудобно в этом случае делать. Какой функционал чаще ломается? Этот тест падает по одной причине или по разным причинам. Это уже головная путь менеджера, но она все равно присутствует. При объединении проверок сложно проверять все ли проверки, которые вы планировали, выполнены. Надо заходить в структуру каждого кейса, либо делать очень длинные названия. Мне как тест-дизайнеру, тест-аналитику, который проверяет покрытие, это кажется очень неудобным. Удлиняет время работы по валидации количества проверок. И все равно я работу по разъединению делаю. BDD во все поля. BDD – это подход, когда при разработке тестов мы отталкиваемся от бизнес-пользователей. От тех операций в той последовательности, которую делают они. И пытаемся таким подходом в каждом поле проверить все возможные комбинации значений, все ограниченные значения. Я встречала такое, это больно печально. Это делается через интерфейс, поскольку BDD через интерфейс восстановит. В результате вы долго ждете, пока через экранные формы проверится вся логика на сервере. Как мы уже говорили, при работе через UI это медленно, нестабильно и тяжело. Для автотестов надо следить за покрытием и разбивать проверки на атомарные. Следить за покрытием значит объединять проверки ручных тестировщиков и автотестировщиков в единый пул. Как вы делаете с проектами в портфеле? Когда несколько проектов решают какую-то одну задачу большую, менеджер портфеля требует следить, чтобы разные команды не делали одну и ту же работу и нашлась хотя бы одна команда, которая делает каждую работу. С тестами авто и ручными необходимо проделывать ту же работу, поскольку это действительно два проекта, которые решают одну задачу совместно. Тестирование без кланов. Про пирамиду тестирования. Пирамида тестирования – это треугольник, разделенный на горизонтальные части, который говорит, что в современной жизни у нас, к сожалению, очень много UI-тестов, UI-вьюзер-интерфейс – это проверок через то, что видит пользователь. Треугольник перевернутый. Наоборот. Вы оставьте рядышком на рисунке. Треугольник перевернутый, то есть он стоит на вершине, как луна. В верхней части у нас UI-ные проверки. Это проверки через пользовательский интерфейс. Это то, что работает медленно, нестабильно. Повторяю уже, наверное, третий раз, но это больная. Далее у нас есть немного проверок через API, через интерфейс общения приложений. Если есть. И если нам повезет, у нас есть юнит-тесты, которых совсем мало и которые мютят, чтобы они не путались под ногами. Это мешает собираться. Такая схема ведет нас никуда. Вот эта система, что у коллег не хватило времени на тесты, их задвинули по причине. Не хватает рук, нам надо делать продукты. Нам не надо делать то, что нельзя продать заказчиков. Пирамида тестирования, когда у нас много UI-тестов, она накапливается, как снежный кол. У нас все больше ручных проверок. У нас все меньше остается времени. У нас все меньше шансов автоматизировать. Выходить из замкнутого круга надо. В Европе уже лет 10 активно продвигают пирамиду перевернутую, как гора, вверху с облачком. А пирамида в футе... Что вы хотите тестировать? Гора в футе говорит, что вверху должны быть автоматические проверки через интерфейс. Но их надо чуть-чуть, потому что на интерфейсе осуществляется очень маленькое количество действий. То есть валидации на стороне пользователя мало. Основная логика ложится на плечи сервера. К серверу мы имеем доступ, возможность достучаться через API. Вот если мы имеем доступ достучаться до функции через API, тестировать ее надо через API. А все ограниченные значения, все хэппи-пассы необходимо проверять на уровне юнит-теста. То есть мы используем тест, который закончится, отработает быстрее всего и будет стабильнее всего, потому что он не затрагивает те элементы, а именно интерфейсные элементы, которые не относятся к его работе. Вторая большая печаль. Автоматизаторы, либо люди, которые ставят задачи, не смотрят на план разработки продукта в целом. И они автоматизируют тот функционал, который через релиз, через два изменится. И поэтому не успевают сделать функционал, который уже более-менее стабильный и планов на его изменения нет. Они как белка в колесе бегают, бегают, дорабатывают одни и те же тесты, времени на новые у них нет. При планировании автотестов важно смотреть не только на критичность функционала, но и на то, когда эти проверки изменятся. План доработок на 2-3 релиза вполне реальная история в жизни. По крайней мере, тенденции, вероятности есть. Их необходимо учитывать. Автоматизаторы могут автоматизировать то, что им хочется, то, что им кажется важным. Но не общаться с другими командами и держать в фокусе интерес, а вот как разработать это приложение. Я понимаю, играю разработчиков. Интересно решить задачку с вызовом. Можно фотографировать. Можно фотографировать вам на почту, пришел. Можно меня фотографировать. Когда автоматизатор решает вопрос, как ускорить работу команды, возможно, ему будет не так интересно работать, но лучей счастья и добра в его сторону будет намного больше. Общение у автоматизатора должно быть. Автоматизатор не разработчик. Говорят менеджеры, которые выделяют бюджет на автоматизатор. Это заканчивается тем, что у нас код неподдерживаемый, алгоритмы деревянные работают медленно, а некоторые проверки мы не можем выполнить, потому что не хватает знаний, а тратим много времени на поиски решения на стековый флоу. С другой стороны, если взять очень опытного разработчика, архитектура тестов будет сложной. Сейчас я, собственно, пользуюсь таким инструментом, который написан архитектором очень сложной финансовой системы. И, знаете, очень сложно. То есть должна быть золотая серединка. Я люблю, когда начинающий мидл пишет автотесты. Это золотая середина. То есть нет желания сделать 150 вложенных классов с наследованиями и интерфейсами, потому что я умею. Но при этом есть умение использовать фреймворки. Ожидание. Ожидание – это элемент, который позволяет нашим быстрым тестам дождаться, пока не очень быстрое приложение тоже добежит этой точки. Ожидания бывают разные. Начинающие тестировщики об этом не знают. В первой ссылке гугла выходит тайм-юнит-слип, который тормозит процесс в любой ситуации, просто на 15 секунд, насколько укажется. И все счастливы, приложение начинает работать. Но приложение начинает тестировать. Автотесты. Автотесты каждый раз, доходя до этой точки, 15 секунд ждут. А может быть им хватит 10. А может быть сегодня счастливый день, и им хватит одной секунды. На курсе мы познакомимся с вариантами ожиданий. На что стоит смотреть и опираться, когда мы пишем ожидания. Которые начнутся 9 августа. Автотесты. Нет, автотестирование. У нас запускается новый курс. Мы до этого занимались только ручным тестированием. А это весной. Звезды сочились. Да. А как будет селение? Селение. Как будет селение? Веб-интерфейс. Веб-интерфейс. Он популярнее всего сейчас. А вас доступны? Ну, сейчас сейт опрос, можно ли протестировать дексовное приложение через селение. Действительно, я находил несколько ссылок, чтобы вы могли. Тут я последний вес. Микрософт доработал. Что? Микрософт, кажется, его доработал для тестов. Ну, вот я хотел спросить, знаете, что мы очень-очень от вас помнили. Слышал на уровне новостей и обзоров. Сама руками не трогала. Итак, ожидания позволяют оптимизировать. Локаторы. Мы уже их упоминали. Это заклинание, которое помогает найти элемент. Оно может быть написано по-разному. И в зависимости от того, как вы давно работаете с локаторами, вы его напишите в лоб, нестабильно. Этот путь ломается каждый день при каждой доработке. Либо более оптимально и стабильно. Локаторы работают с разной скоростью. Человек, который с опытом это понимает, использует более быстрый из доступных. При отсутствии элемента, когда нам необходимо проверить его отсутствие, люди без опыта очень часто пропускают этот шаг, как несущественный. Но отсутствие элемента это тоже важный момент. Отсутствие большого слона на весь экран, это, наверное, большое преимущество. В автотестах для меня задачка с вызовом, как дешево и сердино проверить, что все элементы есть и нет лишних. Вот это нет лишних при часто изменяемой дом-структуре страницы, достаточно нестабильная проверка. Но решаем. Отсутствие обработок ошибок. Разработчики, по-моему, рефлекторно, когда записывают, вызывают одну из функций, они знают, что может пойти не так, что этой функции может не хватать. Если мы считываем какой-то перемен, ее может не существовать, она может быть не инициирована. У нее может быть неподходящее значение. При записи мы можем не получить доступа к файлу. То есть часть ошибок отловит вам среда разработки, когда вы будете компилироваться, а когда часть ошибок, фронтайм и эрроры будут возникать только при запуске. А если вы их не обработаете, ваше приложение будет падать, ваше приложение, которое тестирует. Тестировщик с опытом избежит повторного перезапуска. Он обеспечит возможность найти сразу все дефекты за один прогон. А не так, что мы дошли до пятого кейса, он упал, поправили, запустили, дошли до шестого, он снова упал. И так, как снежный комп, по чуть-чуть, это все время. Это время не только ваше, это время сервера. Другие люди тоже хотят использовать сервер. У них у всех есть парк машин на 30 машин. Кто-то делит машины между несколькими командами. Это тоже важно. Отчетность. Отчетность, которая тратит ваше время. В том инструменте, который мне сейчас по наследству достался, для того, чтобы узнать, что пошло не так в приложении, мне надо сделать 10 кликов. Чуть-чуть больше, но допустим. Это много. Хорошее приложение само к вам придет в случае ошибки. На почту напишет письмо так, чтобы вы осознали, что пошло не так. И не тратили на это время. То есть автоматизация должна быть автоматизирована. А не заставлять вас делать ручные действия, но в другом месте. Готовые решения есть. Их необходимо знать. И это отличает человека, только столкнувшегося с автоматизацией, а человека с опытом. Автотесты, которые надо заставить тестировщиков вручных запускать и использовать. Покрывается следующим пунктом. Включение автотестов CICD. То есть вручный тестировщик, в принципе, о них может не знать. Он просто может знать, что вот эти проверки божеством вот там вот выполняются. Божество называется CICD, Jenkins, Tim City. Что вам больше нравится? Continuous integration, continuous delivery. Объяснила, да? Раньше было как? Разработчик пишет код. Ручками его перекладывают в место, куда складывают... Наверное, было. Я не заставлю. В место, куда складывают все разработчики свой код. Потом они вместе компилируют. Получается большая программа, вручками... Вручки, мы не связаны с этим. Можно обойти просто папочками, наиболее зону больше. Просто тоже. Более. Я занимаюсь недоименем, сейчас есть система, которая версия. А у вас какая? СВ? Да, сейчас СВ. Ладно. СВ еще не в худшем путь. Я не хотел ослабить разработчикам, которые не могут, что это вообще... Итак, у нас неважно, бранч, не бранч, код, который соединили воедино. Потом приходит человек, он может быть в отпуске, он может заболеть, он может быть просто не в настроении, собирает его руками, передает тестировщику. Приходит ногами, говорит, тестировщик потестирует. Тестировщик устанавливает на себя, 10 раз ошибается, не те конфигурационные настройки делает. Тестировщик тестирует. Все ждут день, два, месяц, да, большое приложение. Пусть первый регресс, по-моему, месяц идет на одном приложении. Ну, на том, где я была. Вот. После чего тестировщики говорят, да, все хорошо, прошло уже два месяца, бизнес забыл, что он заказывал. Как делают сейчас? Есть инструменты, которые сами по заранее написанным процедурам, программам, инструкциям, называйте как хотите, таском, да, джобом. Они собирают код, выкладывают сразу на нужный сервер, запускают на нем автотесты, льоны, тесты, все, что вы скажете. И в результате отправляют письма заинтересованным. Если все упало разработчику, если все хорошо, менеджеры типа, ну, выкатываемся в код. CD, это, который деливали, они еще и накроют реализацию. То есть, это сама программа, которую все тестируют? Это процесс. Это набор программ. Да. Набор программ с настройками. Да. Вы бы говорили, на тот же систему данной версии можно повесить на полную задачу на запуск нового приложения. Как он ее ввесит? Ну, по-моему, если что-то упало, вы говорили, не автотесты, не будет тестировщик, а то это все как-то. Нет, почему? Если отчет хороший, то программист увидит отчет и поймет, в чем проблема. Чинит разработчиками тестировщика. Зачем? Если разработчиками работал, а автотестировщик в этом случае, да. Но хотя бы проверить... Не обязательно. Ручные тестировщики могут не вмешиваться. Когда у нас хорошо построенная система автоматизации, много юнит-пластов, пи-тестов, хорошо обработанные ошибки, как мы говорили там. Не просто отчет. Ручные тестировщики занимаются исследовательским тестированием. Их время стоит дорого. Они работают медленно. А автотесты через полчаса, некоторые, если повезет, могут дать ответ. То есть, у вас права можно правильно прочитать, а вам надо писать эту программу? Не обязательно. Юнит-тест, это вы знаете же, что такое? Зачем там вообще что-то такое? Вы просто... Юнит-тест на функцию. Вы, когда разрабатываете функцию, знаете, что в нее находится, что в нее находится. Вы можете писать их одновременно и писать им тест-посречи. Ну, отлично. Бывает, пишешь программист. Ну, не обязательно. Можно... Автоматизатора сейчас называют девелоперин-тест. Поэтому, да, программист, но в тестировании. Да. На самом деле, программируемые просто докатили... Ой, тестирование. Все докатились. Да. Мне кажется, программист, и не кажется, что это... Ну... М? Да. Не разлушно, да, простите. Итак, для автоматизатора первое и важное учить языки программирования — это основа. Много практики. Чем больше различных ситуаций через вас пройдет, тем оптимальнее, тем красивее и болезненнее будут ваши автотесты. Думать об архитектуре, но на золотой середине, чтобы это оставалось понятно. Разговаривать с разработчиками, разговаривать с менеджерами для того, чтобы не делать работу, которую надо будет переделать, и с тестировщиками для того, чтобы вы не дублировали работу и решали их поле. Закрывали нам на наиболее тяжеловесные, трудоемкие задачи в первую очередь. Бизнес-функционал по критичности может не коррелировать в этом месте. Вы можете написать автотест на критический функционал, но тестировщику его посмотреть одну секунду. А другой функционал, который не такой критический, казалось бы, но тоже надо смотреть, который занимает час времени на подготовку, он более эффективен с точки зрения автоматизации. В профильных порталах большое количество. Stack Overflow и Auto-Testing Info есть сообщество в Facebook. Мне нравится больше всего. Из этих двух источников я получаю ответы на все свои вопросы, которые вы возникаете. Давайте мы в письме вам пришлем. Я в слайд не догадалась вставить, к сожалению, либо я сейчас на доске напишу. У меня все. Большое спасибо, что пришли, внимательно слушали. Какие есть вопросы, задавайте.